Здравствуйте, друзья! Данный гайд будет посвящён выходам с таможни за ЧВК и Дикого. Всего на таможне ориентировочно 24 выхода. Начнём мы с вами с района Таркон. Ну что могу предложить, господа? Если вы ищете какой-то выход, в описании видео в тайм-кодах перечислены все выходы за ЧВК и Диких. Ну а мы начинаем. Первый выход будет в районе объекта Таркон. Это выход за Дикого, называется он ЖД к порту. Вон там находится Таркон, скрипучка, там гаражи и вот такой локомотив около моста. Подбегаете к воротам. Это первый выход, называется он ЖД к порту. Выход только за Диких. Далее бежим в сторону Таркона. Пробегаем скрипучку. Пробегаем гаражи. И здесь находится выход перекрёсток. Он является выходом за ЧВК и за Диких. Вот здесь выходит ЧВК, где Броневик, а где Газель, выходят Дикие. Бежим вдоль гаражей, сзади. Мимо фуры, где мы выполняли квест Нефтянка. Если кто ещё не выполнил, ссылочка появится сейчас на экране. И подбегаем к респауну трейлерного парка. Здесь мы появляемся и здесь же можем выйти, если появились на другом конце. Вот здесь, на этой полянке, около гаражей, находится выход на трейлерный парк за ЧВК. Тут же рядом находится выход из-за Диких. В районе вон двухэтажной Времянки находится выход под названием Времянка у трейлерного парка. На вот этих плитах вы можете выйти за Дикого. Пробегаем в трейлерный парк. Пробежав в трейлерный парк, запрыгиваем на вот этот забор. И вот здесь, на вот этих бетонных плитах, будет находиться выход за Дикого под названием ЖДД Таркова. Вот в этом районе. Теперь мы покидаем территорию Таркона и бежим на танк. На другие гаражи по правой перебежке. И здесь у нас находится выход в блокпост ВСРФ. Этот выход предназначен как для Диких, так и для ЧВК. Но ЧВК здесь могут выходить только тогда, когда горит лампа. То есть он не постоянный. Бежим дальше. Пробегаем труп с НК-ключом. Около этого самого трупа мы выполняли с вами квест-вымогатель. Если вы его еще не выполнили и не только собираетесь, ссылочка будет в описании. Итак, пройдя вот в этот разлом в заборе, здесь по левую руку, около вот этих вот ворот, будет выход за Дикого под названием Склад 17. Дальше идем с вами мимо двух зданий на скелет, на старую стройку, еще называют ее квадратом, где мы выполняем квест прапора про проверка на вшивость. И бежим на новую стройку. Справа у нас будут утесы. Здесь у нас находится выход для Диких под названием Заводские Времянки. Вот в этом районе, в районе Времянок, и вот здесь. Теперь от новой стройки мы направляемся на здание утесов. Забегаем на первый этаж, через контейнеры, пробегаем по нему. Заходим на соседнюю лестницу, называемую темной. Спускаемся в подвал, и вот здесь нас ждет еще один выход. Под названием ЗБ-013. Но для этого, во-первых, вам необходимо прожать рычаг. По пути я покажу, где можно это сделать. А также понадобится ключ от завода, который имеет 50 использований. Ключ от выхода с завода. Выходим из утесов и бежим на старую заправку. Слева у нас появляются ворота в старой заправке. Пройдя их, мы сразу видим выход на старой заправке за Диких. Это вот эти вот ворота. Отбежав к ним, сработает выход. Также здесь неподалеку находится тайничок. Гайд с видео по тайникам сейчас появится на экране. Если вам интересны тайники на локации Таложня, буду рад вашим просмотрам. Здесь же на старой заправке зелеными дымами подсвечивается выход для ЧВК. под названием «Старая заправка». Проходите вовнутрь, спускаетесь вниз, никаких ключей не надо, и выходите вот отсюда. Выйдя со старой заправки, мы бежим на рычаг, который необходимо поднимать, если вы выходите с подвала в зданиях утесов ЗБ-013. Пробежать можно как внутри здания, так и снаружи. Открываете данную дверь, также это ангар номер 4. Проходите вот сюда, и вот здесь поднимается рычаг. Теперь ЗБ-013 загорелась у нас зеленым цветом. Мы можем выходить. Если не прожать рычаг и спуститься в подвал, выход не будет активирован. Здесь же у нас находится выход за Диких, склад номер 4. Вот в этом районе вы можете выйти за Дикого, если он у вас есть. Ну а мы бежим дальше. Дальше у нас выход ЗБ-1012. Пробегаем зону погрузки. Здание мазута. Яму с тайником. Подбегаем к пятому ангару. Это же ангар с газелью, где мы выполняли квест Реагент, часть 4. И вот здесь находится ЗБ. Данный выход активен тогда, когда горит данный сигнал. То есть этот выход не всегда работает. Пробегаете сюда, и вот здесь у вас должен сработать выход. Он активен только за ЧВК. Выйдя из ЗБ-1012, мы пробегаем в пятый ангар. Проходим ворота и попадаем на территорию здания Евсек. Проходим вдоль железнодорожной линии. Видим вагон с миссией Реагент, часть 1. И вот здесь по прямой нас ждет еще пара выходов за ЧВК и Диких. Первый выход это выход за Диких, ЧВК, ЗБ-1011. Спустившись туда, вы можете выйти с локации. Ну и здесь же, дальний угол завода, выход для Диких. Параллельно с ним находится еще один выход для Диких под названием административные ворота. Вот он. Тут же рядом, около выхода для Диких административные ворота, находится еще один выход для Диких. Так называемый КПП Диких. Вот здесь, около этого Тигра, находится выход. А напротив КПП Диких находится военный КПП, где также можно выйти за Дикаря. Когда пробегаем вперед по дороге, видим вот такое вот кирпичное сооружение. Но здесь вам понадобится ключик, чтобы выйти. Очень редко совпадает, когда у вас появляется и ключ, и вы к тому же за Дикого, и у вас еще активен данный выход. Поэтому этим выходом очень редко пользуются. Наверное, в дальнейшем его сделают совместным выходом ЧВК плюс Дикий. Если мы пройдем данный военный КПП, то, пробежав по прямой по дороге, будет еще один выход за Диких, под названием «Премянка около мусорных багов». Он находится вот здесь. Далее от этого выхода бежим по тропинке вверх. И здесь, за тайничком, между вот этими двумя скалами, нас ждет выход, проход между скалами. Вот здесь вот. Спускаемся вниз, бежим к железнодорожной ветке. Здесь также находится еще один выход за Дикого, под названием «ЖД к военной базе». Можно встать с этой стороны, можно перейти на ту сторону и также выйти. Бежим к следующим выходам. Забегаем на территорию общежития. Бегаем в палатку. И за трехэтажным общежитием находится еще один выход для Диких и для ЧВК. Вот здесь. А выход у общаги, это выход для ЧВК. Он является платным и выход стоит 7000 рублей. Их надо передать водителю кнопочкой действия. А также ворота на старой дороге, это выход за Диких. От джипа мы бежим дальше, в обратную сторону. Пробегаем туристические палатки, которые могут являться для нас ориентиром. И поднимаемся к выходу за Диких под названием «КПП снайперов». На этом самом месте разворачиваются события нашей книги, написанные по игре из Кейпромтарков. Если кому интересно, ссылка появится на экране и в описании видео. Последним выходом будет являться выход за ЧВК под названием «Лодка Конромандиста». Спустившись к воде, мы видим огонь и лодку. Можем выйти за ЧВК. Если лодки нет, то выход будет неактивен. На этом всё, господа, и до скорых квестов.